Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники! Снова с вами встречаюсь я, Юлия Меняева, на канале Восадули в огороде. И я хочу начать свой новый ролик с таких слов. На старуху бывает проруха. Это то есть я говорю про себя и говорю про тот ролик, который мы сняли о мошенниках. Действительно, это очень печально. Поступило очень множество, великое множество комментариев. Людей, которые были обмануты этими мошенниками. Так же абсолютно, как и я. Но мне, как и всем, хотелось найти что-то новенькое, интересное. Потому что бывают комментарии, Юлия, вы что, сажаете все старье? Но Юлия решила не отставать ото всех и заказать через вот этот интернет сайт себе семена томатов. Но существует множество проверенных сайтов. И мне очень, конечно, было приятно, когда мне написали, Юля, ну у вас же есть проверенный интернет-магазин Ситспост. Почему вы там-то не заказали? Вот, дорогие мои, я, конечно, и там буду заказывать. И вот как раз-таки я буду сегодня заказывать сегодня. И я хочу вам еще раз предложить прогуляться именно по сайту проверенного интернет-магазина Ситспост. Я заказывала ранее, да, в садах России семена. Это тоже проверенный магазин. А вот Ситспост как раз-таки очень много положительных комментариев об этом интернет-магазине было. И мне, в общем-то, приятно, что многим людям он понравился. И многие заказывают там семена. И вот сегодня именно мы с вами погуляем по этому интернет-магазину. И, кстати, после выхода ролика целую неделю по кодовому слову «Меняева» вы можете получить скидку 8%. Еще у Ситспоста действует кэшбэк 10% от суммы заказанных товаров. Итак, 8% от кодового слова «Меняева» плюс 10% кэшбэк и получается 18%. Хорошая скидка. Вот сейчас передо мной я открыла интернет-магазин Ситспост. Вот чем мне нравится еще этот именно магазин? Дело в том, что всегда можно написать свои пожелания. И причем это не голословные мои слова. Вот, например, в прошлом году мной было высказано пожелание, да, какое-то замечание именно по интернет-магазину. И все это всегда учитывается. Поэтому пишите комментарии, какие-то пожелания. Все это рассматривается и учитывается. Как говорится, лишь бы нам с вами было очень все хорошо. Для нас было все хорошо. Что именно в этом интернет-магазине? Дело в том, что здесь чего только нет. Это и семена, это и различные, вам, пожалуйста, и сад и огород на подоконнике. И натуральные продукты, едим дома, и специи, и суперфрукты, и дивный сад. Это полив растений, все для полива. Различные полезные штучки, которые можно использовать именно для огорода. Это бытовая и небытовая химия, это различные удобрения, это различный грунт и много-много чего интересного. И даже косметика. Ну а теперь я непосредственно перейду, пожалуй, к заказу семян. Потому что меня, как огородника, конечно, это больше всего интересует. Именно заказ семян, именно в этом интернет-магазине. Ну что ж, я открываю пункт семена овощей. Открываю, кликаю. И, пожалуй, меня интересует в данный момент, ну, я люблю томаты. Томаты, помидоры. Кликаю, открываем томаты, помидоры. И вот сейчас я открою умный фильтр, нажимая на него. Вот что мне нравится именно в этом интернет-магазине, это умный фильтр. Когда мы его нажали, здесь перед нами и категории, и бренды, и выращивание, и в общем, все что угодно. Меня конкретно интересует тип роста томатов. Вот я все-таки предпочтение отдаю индотерминатным. Потому что я больше всего всегда томатов сажаю в теплице. Кликаю, нажимаю показать. И теперь я должна выбрать бренд. Какой бренд меня интересует. Дело в том, что здесь даже есть авторские семена. Я выберу мязину. Нажимаю показать. Дело в том, что можно и не выбирать бренд, а познакомиться именно со всеми индотерминатными сортами. Но можно с этим фильтром и поиграть, да. По окраске себе подобрать плоды, по устойчивости. Именно вот даже ознакомиться и посев на рассаду, посев грунт. В общем, особенности. Ну, здесь можно, как говорится, выбрать все, что вам угодно. Ну что ж, давайте посмотрим томаты селекционера мязина. Я думаю, не стоит вам о ней рассказывать. Потому что, как селекционер, она мне очень нравится. Очень интересные у нее томаты. И все-таки это томаты от селекционера. Ну что ж, ну давайте посмотрим. Вот конкретно меня интересует... Вот видите, если посмотреть... Да, я знаю, что вы можете задать вопрос, там, ого, там, 5 семян, 65 рублей. Но дело в том, что это коллекционные сорта. И поэтому лучше в данный момент купить именно здесь эти семена томатов, чем где-то я заказала на каком-то сайте. В принципе, может быть, там чуть-чуть подешевая по цене погналась за дешевкой, да. И я осталась, как говорится, при своих интересах. Вот давайте откроем томат перцевидный, красный, полосатый. Это коллекционный сорт. Открываем. Здесь мы можем прочитать про томат, его характеристики, какой он, что из себя представляет. Это кистевой сорт. Подходит для всех типов теплицы, открытого грунта. В общем-то, здесь вы можете все-все-все прочитать именно про этот томат. И выбрать его или не выбрать, конечно, это ваше право. Ну что ж, давайте посмотрим еще дальше томаты, какие здесь существуют. И сейчас я буду открывать... Ну давайте я открою другой какой-то бренд. Я нажимаю умный фильтр, нажала и бренд. Я, пожалуй, выберу всеми вами известную эту биотехнику. Она очень пользуется авторитетом среди огородников. Нажимаю показать. Но в данный момент у биотехники меня тоже интересуют индотерминатные. Это высокорослые томаты. Набираю показать. И опускаюсь ниже. И выбираю томат, тот, который меня интересует. Но дело в том, что можно еще вбить и конкретный сорт, или гибрид, чтобы не пересматривать эти все томаты. Вот давайте... Дело в том, что мне очень рекомендовали такой томат, как жигола. Я вбила жигола. Конкретно передо мной открылся этот томат. Вот вообще очень-очень интересный. Посмотрите, он очень интересной формы. Я опускаюсь ниже и читаю именно про этот томат. Этот томат уникальный по форме, напоминающий колбасу. И дело в том, что все, вот многие огородники писали отзывы именно об этом томате, что он настолько урожайный, что, вы знаете, что говорят, что даже, допустим, говорят банановые ноги, банановые ноги, но он ничуть не хуже по своей урожайности. Но он очень вкусный. Я его не сажала, но заказать я его закажу обязательно, потому что все-таки советы моих подписчиков, я к ним, конечно, я прислушиваюсь. Перец сладкий. Так, открываем. Здесь то же самое. Различные агрофирмы, какие вы только хотите. Новые, вот, пожалуйста, давайте мы посмотрим профессиональная коллекция. Профессиональную коллекцию семян. Кстати, вот, как раз-таки, показать нажимаем. И именно про профессиональную коллекцию, вот, у меня к ней доверие, потому что, как правило, вот, когда я покупала из этой коллекции, действительно, это хорошие семена и хорошего качества. Итак, давайте посмотрим баклажаны. Кликаем на баклажаны. Так, перед нами, вот, открылись баклажаны. Давайте посмотрим, ну, я не буду пользоваться в данный момент умным фильтром, а посмотрю популярные товары в этой категории. То есть товары, которые люди больше всего покупают и каким товарам отдают предпочтение. Вот одним из них является баклажан сибирский скороспелый. Да, это сибирская серия. Это действительно очень хороший баклажан. Я его сажала, и, я думаю, многие его сажали, и он не требует никаких комментариев. Вот, меня он устраивает по всем параметрам. Поэтому я все-таки предлагаю вам его тоже попробовать и заказать, и посмотреть, что же он из себя представляет. Давайте посмотрим дальше, какие же еще у нас существуют, да, хиты. Хиты баклажан. Так, это баклажан Король Рынка. F1. Это гибрид. Король Рынка я тоже сажала. Ну, это действительно Король. Вот. Мне очень нравятся эти баклажаны. Это бренд, это Русский Огород. Вот, видите, я человек, вот, мне всегда задают вопросы, я, как говорится, у меня нет любимчиков. Я вот отвечала, я различные, заказываю всегда семена различных агрофирм. Вот. Так что баклажан я этот тоже всегда заказываю и буду заказывать. Но, опять-таки, тот, который вы ищете сорт, какой вам необходим, сорт или гибрид, вы можете найти в графе поиск, вбив любой сорт и его поискать. Вот. В данный момент я вбила Король Севера. Дело в том, что этот гибрид, вот, как он нарисован на картинке, вот такой он в действительности. Вот столько баклажан на этом гибриде, и, в общем-то, он заслуживает уважения. Это тоже бренд «Русский огород», и я его заказываю, и он мне очень нравится. Меня именно в этом магазине интересуют всегда это профессиональные семена. Почему именно профессиональные семена, почему я им отдаю предпочтение? Вот сколько я их сею, в мою вот бытность ни разу еще не было пересорта. Кликнула, теперь нажимаю «Умный фильтр», и в этой серии меня интересуют, так, смотрим, категория. Это огурцы. Кликаем «Огурцы», открываются огурцы. Нажимаем «Показать». Среди множества, опускаемся ниже, множество этих огурцов я не выбираю по брендам, а именно ищу мной уже проверенные огурцы. Ну, может быть, что-то я и выберу новенькое. Это так, смотрим, выбираем огурцы. Это, конечно, «Герман». Здесь вот это вообще, я даже не знаю, сколько я сажаю, никогда у меня не было замечаний именно к этим огурцам. Огурец «Герман Ф1» 50 штук, это профессиональная упаковка. Опять, эти огурцы можно не один год досеять, у них сохраняется всхожесть, поэтому можно смело покупать. Вот пишут, пожалуйста, какие это огурцы, что это партинокорпические и не требуют опыления. То есть самоопыление без опыления пчелами. Ну что ж, переходим дальше к другим огурцам. Возвращаемся и смотрим, какие еще есть огурцы, именно профессиональные огурцы. Вот каким я все-таки отдаю предпочтение, я сажала эти огурцы. Это огурец «Теща» 100 штук, 100 штук 330 рублей. Вы можете, даже можно посчитать, насколько выгодней купить именно профессиональные семена, чем покупать вот пакетики. Здесь же я вот одна, вот луховицкий, вот, ну отличный огурец. Тоже 100 штук 256 рублей. Это «Кураж», сажаю всегда, опять буду заказывать профессиональные семена. Это 100 штук, вот, цена 495 рублей. Это огурец «Зитек». Сажаю всегда, всегда с урожаем. Действительно, просто отличный, отличный огурец. По огурцам можно здесь ходить и ходить, и смотреть, и выбирать все по вашему вкусу. А сейчас я хочу вас познакомить именно сейчас. Посадочный материал весна 2019 года. Это идет именно прием уже сейчас заказов. И поэтому вот сейчас именно уже нужно начинать делать заказы на весну. Просто я хочу вас предупредить, со мной случился такой казус. Я летом решила заказать посадочный материал чеснока. Когда я открыла, я такой изобилий увидела чеснока. Но, увы, оказалось, все это поздно. И, в общем, я так и не купила сортовой чеснок. Поэтому сейчас я вот делаю уже заранее предзаказ вот такой. На именно то, что меня интересует. В этом году я хочу заказать хосты. Хост такое разнообразие. И мне всегда задают вопрос, Юля, что же можно посадить где-то, да, в тени, под деревьями. Дорогие мои, сажайте хосту. И вы не ошибетесь. Это настолько... Можно вообще никакие цветы не сажать, а сажать одну хосту. Это очень-очень красиво. Поэтому хост великое множество. Цена тоже различная. И вы можете выбирать ту хосту, которая вас устраивает. И именно ту, которая вам подходит по дизайну. Популярные товары в этой категории. Мы открываем. Это лилии. Лилии не пугайтесь сейчас заказать. Потому что это предзаказ. И сейчас срок посадки это апрель. То есть, получив лилии в апреле, вы не переживайте. В апреле вы уже их смело сохраните до посадки. И ничего с ним не случится. Поэтому можно смело-смело заказывать. Вот опять я открываю хосты. Тут почему вот опять-таки я останавливаюсь на хостах. Просто хочу вам дать совет. Хосты очень красиво смотрятся даже в сочетании с розами. У подножья роз сажать хосты. В этом году прям вот сажаю множество хост и роз. Лилейники. Можно заказать лилейники. Можно заказать остильбу. Можно заказать ирисы. То есть, вот вы знаете, самое главное, что здесь при заказе, я для себя говорю, вовремя сказать стоп. Вот такой вот лилии великое множество. Великое. Это просто вот можно заказывать и заказывать и еще раз заказывать. Здесь есть выбор пион. Это пион травянистый. Пионы очень люблю. И, конечно, отдаю предпочтение травянистым пионам. Ну, пион древовидный, если честно сказать, что мне он очень нравится, но он мне не удается. Сколько я ни сажала, у меня ничего не получается. Здесь мы можем заказать и глоксини, то есть клубни глоксини. Можно заказать георгины. Георгин великое тоже множество и любые-любые георгины. Меня очень интересуют именно вот розы, но розы топаловичи. Почему? Я в прошлом году их сажала, и меня спрашивали, что как прижились розы. Вот в этом году, конечно, я их покажу, потому что первый год я никогда не показываю. Прижились все 100%, дали первые цветы. И это, конечно, что-то необыкновенное. И братья топалович, у них очень-очень хорошее качество роз. Вот мне прям очень нравится. Здесь великое множество, и можно заказать именно ту розу, которая вам нравится. В таком разнообразии, дорогие друзья, вы знаете, даже прям вот эмоции меня переполняют, голову вскружила, это прям я не знаю, это что-то с чем-то. И, конечно, чтобы не запутаться и не заблудиться, да, среди этого великого множества всего, вам поможет в этом умный фильтр. У Ситспоста есть очень модная такая функция кэшбэк. Она насчитывает баллы. То есть при следующей покупке вы на эти баллы сможете что-то купить. Это вот тоже немаловажно. Мне очень понравилась вот одна такая вот маленькая тонкость. она вам тоже понравится, потому что не везде, не во всех интернетах магазинах, и именно интернет-магазинах вот это есть. Это то, что везде пишут нам минимальная сумма заказа от 1000 рублей. Вы знаете, в этом интернет-магазине не существует никакой минимальной суммы заказа. А от заказа, от количества заказа зависят потом дальнейшие скидки. Именно скидки на приобретенный вот именно товар в этом интернет-магазине. Ссылку на интернет-магазин я оставлю под роликом, хотя я думаю, что он уже очень многим знаком, потому что мы и в прошлом году рассказывали про этот интернет-магазин, да и не только мы рассказывали, меня даже сами подписчики рекомендовали именно этот интернет-магазин. А с вами была Юлия Меняева на канале Высота Левогородия. Пока!